Всем привет! Дятюры дают пронос на матч шестого тура АПЛ Астон Вилла Лидс. Встречаются первая и пятая команды текущего сезона. Очные матчи. В шести очных матчах команды четыре раза играли на обезобью, да, и четыре раза на тотал меньше. Чаще всего команды играли в ничью 1-1, три матча из шести. В Бирмингеме команды по разу выиграли и сыграли в ничью. Как видим, команды в очных матчах чаще играют в низовые матчи на 1-1. Статистика команд. Астон Вилла в последних десяти матчах шесть раз играла на обезобью, нет, и шесть раз на тотал меньше. Астон Вилла выиграла все четыре матча в АПЛ в этом сезоне, пропустив только от Ливерпуля. Лидс в последних десяти матчах шесть раз играл на обезобью, нет, и шесть раз на тотал больше. Лидс в последние три матча играл на тотал меньше. Как видим, Астон Вилла чаще играет классические низовые матчи, Лидс чуть чаще играет результативно, но последние три матча были низовыми. В предыдущем туре Астон Вилла вырвала победу на Кинг Пауэр Стэдио. Игра была равной и должна была закончиться нулями, но Фортуна решила наградить гостей за их настойчивость и дальний удар Баркли в уже добавленное время пришелся точно в самый угол ворот Шмейхеля. Астон Вилла больше старалась в атаке и создала больше моментов, поэтому победила заслуженно. Лидс дома ничего не смог проделать против вязкой защиты Уолверхэмптона. Хоть гости и владели в два раза реже мячом, но провели несколько достаточно опасных атак, которые дважды заканчивались забитыми мячами. Но был засчитан только один гол. Под удар Хименеса неудачно подставился Филлипс и мяч от его головы срикошетил в угол ворот. Астон Вилла удивила всех. Кто бы мог подумать, что команда, чудом оставшаяся в АПЛ два месяца назад, стартует с четырех побед, среди которых победа над действующим чемпионом с разромным счетом. Лидс тоже неплохо начал сезон, достойно отыграв против Ливерпуля и не проиграл в Мансике. Игра обещает быть очень интересной. Лидс отыграл последние три матча на тотал меньше. Астон Вилла дома, если не брать матч с Ливерпулем, катает сугубо 1-0. Лидс неважно отыграл с Волверхэмптоном. Астон Вилла чем-то схоже с командой Санту. Играет очень надежно в защите. И если будет играть от обороны, команде Бьеллсы будет непросто взломать оборону хозяев. Однако, учитывая любовь команд в отчетных матчах к счету 1-1, похоже, что этот счет будет наиболее вероятным и на предстоящую игру. Лидс в последнее время не часто уходит с поля в двух матчах подряд без забитых голов. Поэтому гости должны бы забить. Велика вероятность, что забьют и хозяева. Сейчас Астон Вилла играет на кураже и создает достаточно много моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол. Если брать результат матча, то гости не должны бы проиграть. Из связки ставок тотал меньше. Обе забьют до Х2. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2-21. На Х2 1-74. На обе забьют до 1-61. Как видим, коэффициенты разнятся существенно. Ставка на тотал меньше достаточно скользкая. Улица 3 матча идут на тотал меньше. Это повышает вероятность результативного матча. Вариант с непроигрышем гостей тоже под вопросом. Астон Вилла сейчас играет на подъеме и выиграть может запросто. Так же, как и проиграть, если переоценит свои силы. А вот вариант с обе забьют до смотрится как наиболее вероятных из предложенных. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Спасибо.